начнем пожалуй всем привет я рад приветствовать всех ответственных дегустатора у себя на канале мы как всегда говорим об алкоголе и обо всем что связано с ним и сегодня не будет исключения сегодня будем говорить о бурбонах но те кто не подписан обязательно подписывайтесь оставляйте свои комментарии это очень важно для меня важно для продвижения канала а также если вам неудобно смотреть на youtube обязательно подписывайтесь на дзен в описании есть ссылочка там дублируется все что происходит на youtube а если хотите узнавать о различных акциях участвовать каких-нибудь интересных конкурсах участвовать формирование контента на канале быть в так скажем доброжелательном комьюнити обязательно подписывайтесь на телеграм в описании также есть ссылочка а если хотите помочь каналу в развитие то описание также есть способ как это можно сделать но теперь видео поехали как и сказал сегодня будем говорить о бурбонах у нас у меня три бурбона на обзоре два из них у нас уже было вот здесь появится ссылочка по которым можете прийти и посмотреть про эти бурбоны более подробно я сейчас говорю про бурбон джин бра-бру-бру-бра-бурбон джин бим и про бурбон манхэттен манхэттен конечно будет немножко более выгодная позиция то что осталось у меня бутылки немного соответственно там больше воздуха и он скорее всего же менее спиртозный то есть излишняя спиртозность оттуда уже ушла но в любом случае для понимания профиля нам не кажется этого хватит и бы новичок на нашем канале будет бурбон под названием пенни пакер этот бурбон я купил в пятерочке купил по сумасшедшей акции он не обошелся 800 рублей без акцию стоит районе полутора тысяч рублей а больше общем а вот пацанах папа ценах мы конечно поговорим еще раз в конце вот в общем вот такое вступление но прежде чем перейти непосредственно к пробе этих напитков давайте немножко поговорим о том кто производит бурбон пенни пакер и что это за бурбон принципе логично и так что мы знаем о бурбоне пенни пакер на самом деле знаем не так уж мы много почему потому что в интернете информации по поводу этого бурбона не так чтобы есть в общем пришлось долго копаться но то что он нашел я вам расскажу итак начнем с того что вот сам дистиллят производится в сша производится в городе лауренсбург сама компания существует с 1 1890 года который производит этот напиток и вообще этот город известен под названием город виски ну такой такой сленговое название но этот напиток сейчас разливается в германии вернее даже не часто развивается с 1 1972 года и развивается компания под названием борко маркин импорт находится она в гамбурге но что мы знаем об этой компании я поискал по полазил по сайтам родным этой компании и оказалось что продукция этой компании абсолютно полностью схожа с продукцией компании heaven hill а это достаточно крупная компания которая известна очень многими релизами у нас принципе на канале уже было несколько даже продукта вот этой компании это кэролансы ликер эмульсионный сливочный и виски black vervet это тоже производит heaven hill помимо этого heaven hill проводит производит на самом деле интересные бурбоны но к сожалению у нас их в свободном доступе по моему не вам можно него невозможно найти кроме бурбона под названием по моему вильям эванс по вот так называется такой достаточно бюджетный бурбон продаются он если не ошибаюсь я видел магните и в океи но могу ошибаться полу там видел вот в общем вот такая информация вот принципе все что я узнал об этой компании потому что как бы но на самом деле информации прям совсем минимум минимум хотя даже искал по иностранным сайтам что мы знаем вообще о самом напитке что здесь у нас внутри здесь у нас честный бурбон то есть здесь пока мере это написано стоит бурбон виски 2 быть года выдержки сурмеш бурбон конечно надписи тут прям очень много разных красивых пенни паркер действия компании кентукки шминтуки давайте почитаем что у нас написано сзади на российской контр-этикетке но в принципе да разбита гамбург германия состава зерновые 10 ряд и кукуруза рожь соложенный ячмень срок выдержки 10 а то в не менее 24 месяца происхождения выдержка 10 а то в кентукки соединенные штаты америки срок годности не ограничен изготовитель борка маркин импорт манчестен гамбург гамбург собственно германия импортер у нас торговый дом на лабаз если кому-то эта информация нужна 40 процентов крепости объем 07 в принципе больше ничего и нет по внешнему виду ну вы сами видите все на столе бутылки практически идентичные все вот хотят похоже быть на друг друг на друга вообще бурбонов как бы у них прям вот эта форма квадратная бутылок это прям какое-то национальное достояние то что прям очень много бурбонов продаются именно в такой форме бутылок по этикетке но достаточно красиво но мне кажется немножко олиповато том что прям все так-то налепли очень много-то несколько рамок каких-то вам ну все-все все как-то намешано вот джимбил как-то попроще мне как-то вот такой дизайн более ближе которым нет вот прям олиповатости здесь прям как-то все ли повторно в принципе это не так важно потому что наша главная задача все это дело попробовать на а вот то что внешне это все такое от лукавого так скажем в общем давайте переходить к самой интересной стадии все это дело будем пробовать и нам понадобится посуда а давайте-ка бухать посуда столе а это значит что можем наливать и давайте начнем вправо от меня влево от вас мы наливаем манхэттен осталось его чуть-чуть то скорее всего последняя дегустация но в принципе у проблема проблема его купить нет никакой поэтому ничего страшного обычно жалко расставаться с напитками редкими которые достаточно сложно найти вот тогда как бы приходится прям добивать со слезами на глазах так средину мы наливаем джимбим и в левый от меня вправо от вас мы наливаем нашего новичка под названием пеннипакер у этих двух есть дозатор здесь собственно говоря открытое горлышко ничего здесь нет но если так кому-то важно обычно это не особо важно так ну что же все это дело мы налили давайте с бутылочки так поправим что при нас красиво стояли не мешали и давайте начнем с носа ну и начнем мы с манхэттена очень приятный характерный для бурбона нос сладковатый приятный есть такая легкая лака красочка есть какая-то сладкая вата с попкорном чуть-чуть какой-то чуть-чуть рассоль на тему проскочила не спиртуозно очень приятно легко вдыхается прекрасно джимбим так джимбим чуть более спиртуозно чем манхэтта но принципе я это ожидал здесь более яркая лака краска здесь больше такой столярки здесь больше дерева при этом есть какие-то такие ноты легкого такого подсолнечного масла очень странно на самом деле есть сладковато очень много ванили но они так отличаются на самом деле достаточно сильно вот по аромату манхэттен более сладковатый более сладким такой более приятный вот джимбим здесь как-то больше больше сухости вот это подсолнечное масло вылезла не знаю что это такое но она как-то неплохо как бы но вот манхэттен мне понравился больше на данном этапе на данном этапе оговорюсь и собственно говоря пенни пакер наш новичок это будет самое интересное по цвету они плюс-минус одинаковые я думаю по телу они плюс-минус одинаковые поэтому да принципе разницы особой большой нет так нос пенни пакер кстати нос тоже неплох очень неплохо но есть такая спиртуозность где-то чуть поболее чем в джимбиме да чуть более рисковато но принципе это логично потому что джимбим как видите бутылка уже попа начата я поэтому это только открыл поэтому здесь еще аэрации не было и здесь скорее всего все это выровняется через время по носу это характерные для барбона нос тоже сладковатый приятный она какого-то попкорна есть какие-то тона такой легкого с соленого огурца какого-то есть деревяшечка приятно есть немножко такие лаковые тона есть какой-то проскакивает красное яблочко вполне неплохо по носу вполне неплохо но с учетом спиртозности как понятно которая сейчас на старте по любому будет нос неплохой в принципе понятный интересный то есть это да это бурбон сто процентов так ну что же давайте дадим им минут двадцать и двадцать пять пусть постоят подышать чтобы они выровнялись так скажем по носу по спиртуозности попробуем на второй нос попробуем на вкус ждем прошло достаточно времени чтобы они уже выровнялись так скажем по носу и по вкусу давайте будем перепробовать что изменилось манхайта не никаких изменений абсолютно нет появилась чуть больше любой карамельной какой-то тематики леденцовый достаточно приятно легко вдыхать джимбин стал чуть менее спиртозный но при этом стало больше подсолнечного масла я не знаю вот почему я сейчас еще один подсолнечное масло раньше такого не было и больше лакокраски то есть он больше такой какой-то технических что ли все так можно сказать но это странно конечно звучит но вот в нем меньше сладости и собственно говоря пони пакер пони пакер тоже стало меньше спиртуозности хотя она все равно защищается ощущается больше чем манхэттене но принципе это неудивительно еще раз повторюсь манхэттена совсем оставалось чуть-чуть я понимал что там будет спиртуозность самое-самое минимальное за счет за счет того что он давно стоит уже и дружит с воздухом но в принципе вот это классический бурбон то есть ничего лишнего ничего прям вот выбивающегося того что здесь быть не должно of note никаких нет тоже деревяшечки легкая столярочка какой-то красное такое карамелизировала карамелизированное яблоко ваниль и чуть-чуть как раз вот который был начале соленый огурчик он отошел на задний план но насчается такая чуть рассольная тематика неплохо неплохо принципе вот в каждом каждую из них в принципе неплох по-своему так давайте переходить самое 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 интересное стадии все это будем дело пробовать ну и начнем мы собственно говоря с бурбона манхэттен ваше здоровье наливайте себе тоже что-нибудь вкусненькое давайте пробовать вместе с вами вкусно приятно не спиртуозно очень мягенько заходит очень сильно повторяет нос хотя в вкусе конечно меньше деревяшки больше сладости больше ванильных тонов есть какая-то такая сахарная сладкая вата есть чуть-чуть попкорновой какой-то тематике и уходит в это все в виски с такой с бочкой столярка с деревяшечкой понятно приятно очень простой очень понятный бурбон ничего лишнего пьется легко прекрасно так нам понадобится водичка потому что мне надо будет споласкивать рецепторы у нас будет три разных поэтому дабы избежать ошибок будем споласкивать рецепторы это джим бим джим бим кстати этот у меня по моему испанский сейчас я вам точно скажу потому что у меня был на обзоре и американский испанский и честно говоря уже не помню какой из них кто а нет это американский ребят это американский а испанский другой бутылки но это неважно там я же говорю как мы их пробовали сравнивали кстати вот здесь сейчас появится видео сравнение джим бима там разницы особо не было так ладненько давайте продолжать джим бим джим бим более сухой более спиртуозный в нем меньше сладости в нем больше лака такой лакокраски столярного цеха подсолнечного масла во вкусе нет как бы в отличие от носа есть вот в конце уходит в яркую ваниль и яркую такую прям деревяшку деревяшку такую лакокраску какой-то ну вот с лаком что-то такое связано и ну кстати в манхэттен мне понравился больше он более сладким более приятный хотя я принципе нормально отношусь сухим напитком но вот в бурбоне все-таки ожидаешь больше сладости пробуем водичку переходим к пеннипакеру так мы давайте пеннипакер ваше здоровье очень интересно попробовать потому что это новичок такой достаточно плотненький в принципе да это классический бурбон но он самый спиртозный из представленных образцов в нем больше ощущается резко спиртов но при этом достаточно мягко пьется потому что как бы я сейчас говорю на фоне других образцов есть вот брать его отдельно это в принципе вполне легко потребимо в чистом виде но если сравнивать с другими вот образцами то он более спиртуозный на рецепторах ощущается конечно покалывание при этом картина чуть попроще чем в манхэттене чуть попроще чем в джимбиме он менее сладковатый вот это среднее между что-то между джимбимом и манхэттена манхэттен самый сладкий самый приятный где-то посередине между ними тоже есть такая характерная столярочка много дерева есть ванилька давайте еще раз попробуем а то я пока поговорю мне стерлась картина еще разочек ваше здоровье да он чуть попроще но при этом это характерный для бурбона профиль лакокрасочка солярочка много такой деревяшки есть ванильная тематика есть чуть-чуть такая рассольная где-то на фоне прям рассол рассол и есть такое чуть-чуть красное королемизированное яблоко очень принципе неплохо очень понятно но есть вообще пить с кока-колой то мне кажется прям вообще хорошо потому что вы там разницы между ними особо мне кажется добавить колу здесь как бы не почувствуете в принципе неплохо с учетом этом ценника из учета или с учетом той цены за которого покупал это прям вообще даже можно сказать хорошо так ладно попробовали все образцы давайте переходить к выводам в итоге давайте начнем с цена на манхэттен был в районе 1600 1700 без различных акций по акциям реально встретить районе 1200 1300 за эту цену абсолютно точно можно покупать очень понятно очень простой базовый хороший вкусный бурбон если будете мешать школы вообще прям шикарно джимбим чуть подороже стоит без акции в районе 2000 рублей хотя тоже часто бывает по акциям дешевле там двух там 1500 можно взять 1400 даже иногда такой проскакивать ценник честно говоря на фоне манхэттена он мне понравился меньше манхэттен мне понравился больше даже на первом сравнении пол когда их сравнивал мне понравился больше хотя в принципе это понятный базовый вполне тоже простой бурбон который абсолютно легко встретить любой торговой сети с ним как бы меньше проблем в плане его распространенности и бурбон пенни пакер покупала в пятерочке в других сетях честно говоря его больше не видел без акцию стоит в районе 1500 1600 рублей я его покупал по чудо акции за 800 рублей вот и встретите встретить его в цене до 1000 рублей то можете абсолютно смело покупать это базовый понятный бурбон если берете для кока-колы с кока-колой пить то абсолютно точно берите даже не раздумывайте за этот ценник за цену 1500 1600 уже стоит подумать хотя это вполне еще раз повторюсь неплохой бурбон но за эту цену я взял себе манхэттен он мне понравился больше но в принципе если вы находитесь пятерочки у вас там выбора так скажем какого-то широкого нет и вам надо взять бурбон я бы даже взял на его место джимбима но это мое такое сугубо личное восприятие потому что как бы джимбим будет во первых чуть подороже отличается он не сильно так скажем ну как бы в нем нет каких-то прям весомых так скажем плюсов и отличий от пеннипакера вот в общем вот такие выводы по поводу этих напитков сравнение как всегда мощный цель комментариях на этом все всем пока